Для доклада от идеологической комиссии приглашается товарищ Шилов. Здравствуйте, товарищ Шилов Дмитрий Юрьевич, сопредседатель идеологической комиссии, рабочий. За счетный период идеологической комиссии и нашей партии была проделана довольно большая работа. Работа была обоснована научно, выведена необходимость перехода к шестичасовому рабочему дню. И наша партия выступает на сегодняшний день локомотивом продвижения данного требования. Оно основано на том, что экономические предпосылки для этого, то есть возможности перехода к шестичасовому рабочему дню созрели, имеют место уже давно, потому что производительность труда растет постоянно, и с тех пор, как рабочие боролись за 8-часовой рабочий день, уже прошло более 100 лет. Тогда как мы знаем, что во время Великой Отечественной войны производительность труда в два раза выросла, и также она растет постоянно. Тем не менее, все сливки от научно-технического прогресса забирают себе капиталисты. Собственно, деньги, которые создаются, то есть те средства, которые создаются трудом российских рабочих, в том числе и не только российских. Уходят на счета заграничные сериалы, тем самым нашим трудом, в общем, мы помогаем иностранным государствам. И чтобы вернуть эти деньги, средства в Россию, необходимо бороться за 6-часовой рабочий день, в том числе. Хотя это, конечно, тоже не единственная причина, а причин таких много. Это и здоровье ухудшающееся, здоровье рабочих постоянно. То есть, и то, что мы знаем сейчас, товарищ Медведев из правительства, тоже сделал заявление о том, что мало того, что уровень здоровой жизни у нас и так не активен, по сравнению с развитыми капиталистическими странами, еще собираются увеличить продолжительность рабочего времени, то есть рабочий стаж тоже увеличить. Поэтому требования 6-часового рабочего дня становятся еще более актуальными в свете этих событий. Кроме того, что наша партия разработала этот, научно обосновала это, разработала основание для этого перехода, теоретическое, также разработан и практический план перехода к 6-часовому рабочему дню, который состоит в том, чтобы коллектив выдвигал требования, проходила необходимые процедуры, связанные с организацией забастовки, и выходила на забастовку. Собственно, и тем самым создавая комитет забастовочный, забастовочный комитет вправе выдвигать требования и регулировать форму забастовки. Ну, форма предпочтительная, конечно, частичная, потому что, чтобы сохранить заработок, чтобы забастовка была бессрочная, и фактически это дает возможность перейти к 6-часовому рабочему дню явочным порядком. Ну, этот план не раз был озвучен Михаилом Васильевичем Поповым в выступлениях, и, в общем-то, нашим товарищам, как авангарду рабочему классу, в становлении рабочего класса, необходимо тоже изучить этот план и быть готовым тоже отвечать на вопросы, и что делать, да, то есть идеология, это идеология отвечает на вопрос, что делать. Вот мы должны дать людям внимание того, что нужно делать в этих условиях. Ну, и, конечно, самим участвовать, поскольку у нас партия рабочих, и количество рабочих уже увеличивается, и есть представители коллектива, кому как ни нам, в общем, начинать эту практику. Ну, и качественный скачок в этом году за отчетный период. Еще можно отметить, что переход, вот, выход на такую, на более широкую аудиторию, это, в общем, происходит благодаря тому, что наши товарищи сотрудничают со средствами массовой информации, в частности, интернет, вот, такие каналы, как «Красное телевидение», представители которого и здесь, и сейчас с нами. Особую роль сыграло, значит, взаимодействие с каналом Гоблина Пучкова, то есть, вот, это выступление Михаила Васильевича Попова, и, конечно, вызвало очень широкий интерес общественности, количество просмотров, и, в общем, увеличилось значительно. То есть, это, вот, очень, значит, такая веха, можно сказать, в нашем движении. Вот, а также и ОСА товарищи Пучкова тоже, в общем, нам помогают в распространении наших идей. Также хочется отметить, что число подписчиков на канал Фонда Рабочая Академия выросло на 5125 человек. Значит, общее число подписчиков достигло 15 тысяч, а уже превысило 15 тысяч, сейчас 16 тысяч. Вот, значит, число просмотров 820 тысяч, что на 28% больше, чем за предыдущий год. Всего просмотров на канале, за все время существования канала Фонда Рабочая Академия на Ютубе, 2 миллиона 139 тысяч 195 просмотров. За год с мая 2017 по май 2018 опубликовано 315 видео. Также важно, что на канале количество комментариев выросло на 54%. Вот, то есть, интерес большой, в общем, к нашей работе, к идеям, которые мы распространяем. Количество подписчиков у Гоблина свыше миллиона. И это тоже, в общем, говорит о том, что вот это сотрудничество приносит большие плоды. А как известно, политика начинается с миллионов. То есть, эти товарищи нам очень хорошо помогают. И нужно и дальше продолжать работать с такими каналами, которые имеют большое количество подписчиков. Потому что, ну, в современном мире, конечно, информационные технологии имеют большое значение использования их. Что мы, в общем-то, и успешно реализуем. Далее вышло две книги Михаила Васильевича Попова. Экономическая борьба, экономическая и политическая борьба, сокращение рабочего дня, как основание современного экономического развития под редакцией Золотова. Вышел двухтомник науки логики Гегеля. Также вышла книга с Астерцией, с Поповым, Пучкова и Жукова. И Яковлева. Диалексика – ключ к истине. Современный фашизм. Вот. То есть, итого получается пять книг у нас. Нет. Шесть книг и четыре, и три сборника. А сборники еще две книги по материалам. Ну, сборники – это тоже книги, они приравниваются к книгам, имеют статус книг. Вот, поэтому, получается… Так, значит, сборники. Две книги по материалам Ленинской конференции. Сборник «Участие профсоюзов». Ой, прошу прощения, одна книга. За отчетный период одна книга. Одна конференция была Ленинская, и, соответственно, одна книга. Так, «Участие профсоюзов в создании и деятельности Советов». Материалы по материалам Международной научной конференции под редакцией Золотова и Мазура. Сборник под редакцией Казенова. «Великая советская революция. Уроки и истоки». Активно выпускаются и распространяются газеты. Общим тиражом более 120 тысяч. Ну, около 120 тысяч. Значит, два выпуска «Народные правды». Общим тиражом 57 тысяч. То есть, тиражи растут. Надо отметить, что, как уже было сказано в начале, динамика развития положительная. Четыре выпуска за рабочее дело. Общим тиражом 50 тысяч экземпляров. Это, значит, 202 выпуск, 10 тысяч экземпляров. Серая печать. 203-й – это московский рабочий. Полноцветная печать. Надо сказать, что к ее выпуску приложили активное участие московские товарищи. Писали статьи. И, в общем, активно участвовали в распространении этих газет и также и других газет нашей партии. К дизайну газеты имеет отношение Татьяна… Забыл фамилию. Валерина Воднева. Валерина Воднева, да. И привлекает молодежь. Это тоже очень хороший опыт. Так же, как и наши энгельсовские товарищи, тоже участвуют с семьями. Это, в общем, тоже интересный опыт и будущее в нашем молодежи. Это как бы… Тоже нужно необходимость в этом направлении работать. Это очень хорошо и радует. Так, ну, в общем, за рабочее дело. Да, 50 тысяч экземпляров. То есть большие тиражи хорошие. Ну, так же наши товарищи, вот, Татьяна Воднева, тоже участвовала в отсылке этих газет. И многие наши товарищи тоже делают большую работу в распространении газет. «Правда труда» один выпуск с материалами конференции «Великая советская революция. Истоки уроки». Тираж 12 тысяч экземпляров. Организован регулярный выход к заводам. А также распространение газет 1 мая, 7 ноября и 9 мая в этих дни праздников. Силами Московского отделения Рабочей партии России был получен из типографии и тираж книги «Наука о логике» тысяча экземпляров. Общим весом, между прочим, 1800 килограмм. То есть большая работа проделана, как и идеологическая, так и материальная работа проделана. Тонна работы в тоннах. Да. Впрочем, 100 килограмм в 10. Организованная отправка, хранение. Ленинград распространение среди обучающих в Красном университете. Ну и москвичи вообще активно работают. Хочется отметить их работу в написании статьи в газете за рабочее дело под руководством нашего редактора Лещука. Ну, да, за счет «Наука о логике». На сегодняшний день мы располагаем сайтами, сайты, количество которых прибавляется. Значит, это, напомню, что это сейчас, ну, основной сайт, это у нас, это фонд «Рабочая академия» официальный, официальный сайт, ФРАМО, Московское отделение, рабочая партия России сайт, и сайт «Рабочая партия России, Северный Кавказ» к нам прибавил, присоединился. Группы ВКонтакте «Рабочая партия России» официальная группа, «Рабочая партия России, Москва», «Рабочая партия России, Омск» – это группы, «Рабочая партия Самара» и «Оренбург», и также «Дальний Восток», «Псковская группа» открылась. Да, кстати, тоже очень радует присутствие и активное участие псковских товарищей. Это тоже новое в этот отсчетный период. Также газета «ФРА Москва» и… Ой, газета, ну, в смысле, это… «Группа». Группа, да, а газета «За рабочее дело». Группа, газета «За рабочее дело». В этом году, товарищи, произошла чистка в наших рядах. Двух товарищей мы потеряли. Ну как, товарищи? Как выяснилось, в общем-то, и не товарищей. Потеряли ли? Да, да. Провели чистоту. Провели чистоту, да. Это вот тоже, ну, новое такое событие, в общем, как-то… Раньше так у нас все гладко шло, и… А тут вот какие-то… И в связи с фашизмом на экспорт, да, вот эта концепция, как бы, сейчас появилась… Приобрела такую актуальность, что, видимо, ну, обострение международной обстановки выявляет, выявляет, как сказать, опортунистов в наших рядах. И надо сказать, что наши члены партии дали решительный опор опортунизму, высказывались активно, писали статьи, и, в общем, партия показала себя, как единая, можно сказать, организация, слитая из одного куска стали. Была дана однозначная оценка действиям американских империалистов и их пособников в отношении Сирии, как фашизм во внешней политике или фашизм на экспорт. Почеркнуто, что действия российской буржуазии в отношении борьбы с этим явлением содержат прогрессивный момент. По этому вопросу были написаны ряд статей, выступлений, концепция фашизма на экспорт. В общем, имела широкий резонанс в общественности. Появились у нас как сторонники, так и противники этой концепции. И тоже активная борьба продолжается на идеологическом фронте. Активно продолжается учеба в Красном университете. Площадка КАУ и ОРК. ОРК – это университет рабочих корреспондентов, если кто-то не знает. Создана система дистанционного управления. То есть, вернее, она создана несколько раньше, но продолжает работать. Количество слушателей Красного университета приблизительно около 500 человек. Преклама. Да, мне надо минуту, сейчас буквально заканчиваю. Работают кружки, 4 кружка по диалектике Гегеля в Ленинграде, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске. Кружок по изучению капитала Маркса, Ленинград, Москва, Псков и другие города. Активно работают энгельские товарищи, распространяют на заводах и Саратово-Энгельса литературу. Ну, еще хочется отметить, что мы активно участвовали в предвыборной кампании президента, обозначили четкую позицию рабочего класса, вели агитационную работу среди населения. В общем, в средствах массовой информации были ряд статей. В общем, все наши товарищи хорошо показали себя в этот отчетный период. Писали статьи, участвовали в выступлениях, заседании Российского комитета рабочих, рабочие, тоже и вновь прибывшие рабочие. Идеологическая комиссия считает признать работу нашей партии в идеологическом плане удовлетворительной. И хочется еще отметить, что учеба – это обязательное условие. То есть нужно сделать так, чтобы учеба была обязательной для всех членов, и не только вновь вступивших, но и старичков, так сказать. Потому что идеология – это основа, теоретическая база, без нее, как говорили классики, нам смерть. И мы не можем допустить того, чтобы наша партия хромала, как говорится. А есть такие моменты, иногда в разговорах, чувствуется, что человек не учился в Красном университете. Какие моменты происходят? Не буду показывать пальцем. Но, в общем, на это следует обратить внимание. И я прошу тоже, ну как-то съесть, принять какие-то меры, то есть к обязательному изучению, то есть обязать всех членов партии обучаться в Красном университете. Спасибо за внимание, товарищи. Спасибо за внимание.